всем привет с вами дмитрий урсул сегодняшний видео хотел поговорить на такую в принципе простую и банальную тему а именно как сохранять правильный проект ложек про он точнее как правильно какие есть варианты и какие плюсы и минусы этих вариантов и как вообще работать с файлами и файл менеджментом в logic pro конечно прям во все детали я вдаваться не буду буду здесь стараться дать самую важную информацию потому что очень часто всплывает так или иначе вопрос касаемо вот как сохранить проект или как работы с файлами как что-то там заменить и так далее ну в общем решил вам дать просто общий совет и своей практике я уже в лоджике работаю больше 12 лет и ну в целом могу вам порекомендовать свой процесс работы значит о чем пойдет вообще речь но для тех кто знает или не знает в лоджике когда мы сохраняем впервые проект у нас есть вариант вот использовать два типа сохранения то есть либо формат package либо формат папки folder и я как вы видите меня по умолчанию стоит folder я потому что именно этим форматом почти в ста процентных случаев своей личной практике своих проектов пользуюсь вот у меня здесь например представлена один из моих проектов моей группы тузитюнс который скоро выйдет песни не слушай называется ну это проект стэм мастеринга здесь у меня стэма представлен для мастеринга ну сейчас ролик не об этом в общем есть проект как видите он у меня сохранен в виде папки ну вот я специально на рабочий стол вывел я могу этот же самый проект сохранить нажать с и сохранить его как package что важно при сохранении про форматы folder package их отличие я сейчас чуть позже расскажу самое главное что нужно обратить внимание это на вот эти пункты которые у нас идут дальше и как вы видите у меня здесь стоит галочка audio files а все остальное у меня не выбрана это сделано не просто так сейчас как правило у всех скачана уже библиотека ложек то есть для тех кто пользуется встроенными звуками из logic как правило всю библиотеку скачивают на эту тему тоже много вопросов там где мне и ухранить жесткими не хватает места на встроенном как мне на внешнем хранить это все легко решается на тему также ролики из на нашем канале logic про как переносить библиотеку встроенных звуков на внешний жесткий диск посмотрите поищите но сегодня не об этом то есть я вам рекомендую эти галочки не ставить сэмплер alchemy ultra бит до тех пор пока вы не используете какие-то уникальные сэмплы то есть если вы создаете свой сэмплер инструмент на базе инструмента сэмплер то есть загружаете там записывайте свои сэмплы на своем инструменте загружаете их сэмплеры создаете свой инструмент то тогда да вам стоит эту галочку поставить тогда все эти сэмплы касаемо этого проекта будут храниться вот здесь в папке проекта, ну или в пэкадже, об этом я еще раз говорю, чуть позже поговорим. То есть все будет сохраняться в проект, и потом, когда вы этот проект куда-нибудь перенесете на другой компьютер, на жестком диске свой возьмете, открыв на другом компьютере, у вас не будет сообщений, что а где эти сэмплы, у вас там какой-то уникальный контент, который, ну, нигде на новом компьютере не представлен. То есть нужно будет возвращаться на старый компьютер, там их искать. Ну, то есть, как правило, это чревато потерей данных, потерей каких-то звуков и так далее. Поэтому в тех случаях можно ставить. То же самое касается Space Designer, например, это импульсный ревибератор в лоджике. Бывает очень много для Space Designer используют сторонних импульсов. Ну, как на самом деле импульсы, они все унифицированы, их можно в любом импульсном ревибераторе использовать, не обязательно встроенном в лоджик. Но вы можете эти импульсы, например, подгружать в вашу сессию, и потом, если вы, опять же, эту галочку не поставите, принесете на новый компьютер или на студию куда-нибудь, и у вас, опять же, проект не откроется, потому что он скажет, а где эти импульсы, они у меня, ну, как бы, нигде не задействованы. Либо вам нужно всю копию своего компьютера носить там на жестком диске, если у вас там все хранится, либо вам нужно тогда, соответственно, все сохранять в папку проекта. Вот для этого эти галочки и представлены. Но если вы будете их ставить бездумно, то есть просто у вас автоматически будете отмечать все эти галочки, то проблема в том, что, используя встроенный контент лоджика, как правило, 99% ситуации всех пользователей лоджика используют именно встроенный контент лоджик, у вас просто все будет дублироваться в папку проекта. Это, ну, очень странно, потому что у вас и так место на жестком диске занято вашей библиотекой, там порядка 80 гигабайт. Еще в каждый проект вы будете сохранять копии тех сэмплов, которые используются в проекте. То есть вы загрузили какую-нибудь алхимию, например, с какими-то сложными сэмплами, она вам все в папку прям проекта вашего создаст папку Alchemy Samples, и все будет туда копировать. У вас каждый проект будет по 5, по 6, по 7 гигабайт весить. Ну, то есть это, конечно же, нецелесообразно совсем, опять же, если вы используете базовый контент. То есть это вот такие общие вам советы по работе с сохранением проекта и с его менеджментом. И при этом, конечно же, аудиофайл с галочкой я всегда рекомендую ставить, потому что даже если вы какие-то файлы импортируете из других проектов, которые вам временно нужны, они не так много весят, и лучше их все-таки держать в папке проекта. Вот специальная папка создается, аудиофайл, как правило. И эту галочку нужно обязательно ставить, потому что я сталкивался у моих учеников или у клиентов, они забывали эту галочку ставить, потом прислали мне проект, я открываю, а написано, что половины аудиофайлов нет, потому что они не были сохранены в папке проекта, они где-то у них там на компьютере хранятся, им приходилось там через специальную команду, ну, давайте я ее сразу покажу, здесь у нас есть файл Project Management Consolidate, то есть он тогда собирает, Logic собирает все файлы, аудиофайлы, которые как бы используются в проекте, но не находятся в папке проекта, и их запихивает в папку проекта, и тогда все становится на свои места. Но не все про это знают, и вот начинаются такие проблемы, что какие-то файлы не открылись, что-то не подгрузилось и так далее. Ну, плюс всегда надо проверять вот здесь Project, чтобы все было на местах, потому что бывает, что какие-то файлы вы уже не используете в проекте, но они еще здесь значатся, иногда бывают со склицательными знаками, то есть они вроде как бы числятся, но самих файлов уже нет, вы их, может быть, стерли или удалили за ненадобностью, некоторые проекты могут годами делаться и уже что-то становится неактуальным, ну, то есть это лучше тоже вы там вытеряйте, конкретно удалять какие-то неиспользуемые файлы. Здесь, кстати, в этом встроенном браузере также еще и можно всегда файлы переименовать, то есть если вы, например, переименуете просто в папке файлы, то при следующем открытии у вас может Logic задать вопрос, а где же этот файл, вы там что-то поменяли, то есть имена лучше оставлять так, как их Logic знает, но если вдруг хотите переименовать эти файлы, лучше это делать вот здесь через Logic, то есть вы открываете папку проекта и конкретный файл можете переименовать, вот я, например, могу здесь поставить цифру 2, вот я ввел и посмотрим здесь, видите, тоже у меня в Finder тоже это обновилось, то есть так гораздо правильнее и проще, то есть Logic уже будет точно ссылаться на нужный файл, вот опять все поменялось, то есть лучше вот этот менеджмент именно файловый делать внутри закладки Project вот здесь, а не потом в папке и потом, когда открываете Logic, он будет ругаться, где там те или иные файлы. Следующий совет, опять же, почему я люблю использовать именно папки, это потому что есть возможность всегда открыть папку с проектом, залезть в папку Audio Files, и, например, я делаю какие-то правки в сведении, вывожу новый STEM Drums, я просто этот Drums беру, сюда заменяю поверх, то есть с тем же самым названием, он просто перезаписывается, я потом открываю спокойно Logic проект, и у него все просто обновляется, то есть файл, который я заменил, более обновленный, он просто автоматически подгрузился, мне не нужно его сюда заново закидывать, мне не нужно ничего там удалять, размещать, он просто сам заменился, то есть это очень удобно, используя одни и те же названия, некую, ну, свою систему выработать по названию, просто заменять таким образом файлы, открывать сессию, и у вас все встает на свои места, если были какие-то изменения там, гейна и так далее, оно все тоже останется, то есть вообще все остается, ваша задача просто только переименовать тем же названием файла и заменить поверх с перезаписью, то есть опять же в этом удобство папки, и еще удобство, конечно же, в том, что если мы сохраняем какие-то альтернативные версии, то есть, например, вот у меня мастеринг 1, я могу взять сессию сохранить, save as, например, файл save as, в ту же папку я сейчас выбираю также folder режим, и, например, нажимаю в версии 2, допустим, в 2, сохранил, и в чем прикол, что видите, он весит довольно мало, то есть каждый файл проекта весит, ну, довольно такое очень маленькое количество мегабайт, и эти оба проекта, по сути, то есть первая версия проекта и вторая версия проекта, они ссылаются на одни и те же аудиофайлы, то есть у нас аудиофайлы больше всего занимают место на жестком диске, а сами файлики проекта, они у нас, по сути, являются такими некими ссылками или, ну, скажем так, состоянием проекта в данный момент, и это весит гораздо меньше, и вот, может, таких версий 2, версии 3, там, альтернативная версия, там, какой-нибудь радиоремикс, ну, что угодно можно здесь копировать, и все будет ссылаться на общие аудиофайлы, то есть это гораздо удобнее. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Теперь давайте поговорим про формат пэккедж. То есть для чего тогда существует он, если в папках все так хорошо. Ну, на самом деле, как я уже сказал, я для себя все равно вижу очень много плюсов именно вот в таком использовании в папочном фолдер, поэтому я пэккеджем вообще не пользуюсь. Но я знаю, что многие пэккеджем пользуются. Давайте я попробую сейчас сохранить как пэккедж. Ну, например, на рабочий стол прям сохраню, чтобы у нас рядом появилось. Вот у нас появился еще проект тоже с тем же названием, только в формате пэккедж. То есть, видите, он просто единым файлом. И если мне нужно залезть в его медиа, то есть что-то поменять, допустим, то мне придется делать дополнительные действия. То есть, например, здесь нужно показать содержимое пакета. Дальше здесь у нас появляется папка медиа и только здесь уже аудиофайл. И вот здесь я уже могу что-то поменять, заменить, как я это делал вот здесь в папках, просто раскрыв папку аудиофайл. И тогда открывать опять этот пэккедж, и, соответственно, у меня все будет храниться. Но в чем минус? Вроде бы, ну, как бы, небольшая разница. Да, там приходится лишние действия, лишние кнопки нажимать. Но в целом, в принципе, все то же самое. Но теперь вот эта тема с сохранением альтернативных версий, именно физически через Save As, уже не сработает, потому что каждую новую версию, вот я сейчас, например, версия 2 сделаю, он мне будет сохранять заново со всеми аудиофайлами. То есть и в этой версии, и в этой у меня две копии аудиофайлов, и, соответственно, они весят, ну, довольно увесисто. Вот, видите, версия 2 667 мегабайт весит, первая версия, ну, соответственно, тоже 666. Ну, то есть, видите, примерно одинаково весит, ну, потому что это полные копии. Но проблема в том, что копируется вообще все. И ладно, у меня здесь там 600 мегабайт всего, или 700, а если бы это было 7 гигабайт, то, сами понимаете, уже такие копии делать, ну, накладно. Поэтому в таких случаях, конечно же, придется использовать проектные альтернативы. Я их сам практически не использую. Но если вдруг вам удобнее работать с пэккеджем, потому что, конечно, это, ну, довольно удобно, потому что у вас есть конкретный файл, вы его всегда можете заархивировать, там, куда-то на флешку перенести и так далее. С папками она бывает сложнее, там. Ну, хотя, по сути, на самом деле, тоже все то же самое. Также можно их архивировать, сжимать. И я лично всегда пользуюсь папками. Но чисто визуально, иногда вот с иконкой лоджика, конечно, удобнее, наверное, работать чисто вот с таким пэккедж-проектом. Хотя я уже лично привык к папкам. Но так или иначе, если вы вдруг используете пэккедж-формат, то для вас тогда единственным возможным вариантом является использовать проект-альтернативы. То есть вот у вас есть альтернатива, вы делаете новую альтернативу, сдаете ей название, например, там, версия 3, допустим. И вот теперь, когда мне нужно будет переключаться между этими версиями, я просто захожу в Project Alternatives, и вот здесь они у меня списком будут представлены. То есть я хочу загрузить предыдущую версию, я нажимаю ее, у меня лоджик перезагрузится в предыдущую версию. И, соответственно, если я потом опять хочу вернуться в другую версию, то опять же здесь списки выбираю. Тут также есть Edit, то есть я могу всегда какие-то уже ненужные версии удалить, посмотреть, когда были в них последние изменения и так далее. Ну, то есть, по сути, все то же самое, то есть те же возможности, только то вы делаете через Finder. То есть здесь я тоже могу посмотреть, когда, во сколько я сохранил какую версию, могу делать менеджмент через Finder, то есть здесь работать с файлами напрямую. А в формате Package мне придется либо залезать через вот этот просмотр содержимого, и вот здесь в медиа уже что-то менять, а если я хочу что-то уже, какие-то отдельные версии проекта сохранять, то мне это нужно будет делать через Logic, и вот здесь есть папка Альтернативы, здесь все данные сохраняются, и уже внутри Logic переключаться между разными версиями через вот этот менеджер Альтернатив, скажем так, то есть Альтернативных версий проекта. Вот, поэтому, в общем-то, большой разницы нету, каких-то прям суперразличий, естественно, нету, просто удобства работы. Мне лично по старинке удобнее работать с папками, я работаю именно в таком режиме, кому-то удобнее работать вот с одним файлом, с пэккеджем, но просто имейте в виду, что тогда команда Save As вам не актуальна, если вы работаете с пэккеджем, потому что вы будете копировать вообще весь проект, у вас будут копироваться все гигабайты информации, все это будет множиться, потом вы не будете понимать, куда у вас только место на жестком диске ушло. В общем, есть свои минусы, есть свои плюсы, ну, опять же, я никого ни к чему не склоняю, я лично выбираю формат папки, мне он удобнее, все мои проекты хранятся именно в таком виде, для меня это более наглядно, более понятно, и при этом, когда у меня Logic закрыт, я могу сразу открыть нужную версию, в случае же с альтернативами, мне придется сперва открыть последнюю альтернативу, ну, либо просто специально заранее нажимать option и загружать проект с предварительным выбором альтернатив, но это все равно муторно, либо потом уже в Logic переключаться в проекте на нужную альтернативу, ну, то есть, как бы есть свои нюансы, ко всему можно привыкнуть, то есть, не могу сказать, что прям вот это супер неудобно, а то супер удобно, но я вот привык к папкам, поэтому я, конечно, топлю за папки, но, опять же, никого ни на что не агитирую. Что ж, вот такое получилось видео, надеюсь, оно было полезным, напишите в комментариях, знали ли вы про вот эти особенности сохранения как папка и сохранения, как Project Package, также пишите свои вопросы, обязательно вступайте в наш телеграм-чат Logic Pro Help, если вы еще не там, задавайте вопросы, я всегда на них отвечаю, и на самые частые вопросы или на самые интересные я записываю такие вот видео-ответы, которые выходят по воскресеньям на канале Logic Pro Help, поэтому обязательно подписывайтесь, оставайтесь на связи, следите за новостями, ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся в следующих видео, всем пока!